Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня в Государственной Думе насыщенная повестка дня, будем плотно работать. Вы знаете, что сегодня в рамках правительственного часа у нас будет и вице-премьер Ольга Голодец, будет генеральный прокурор Юрий Аковичайко, будет министр иностранных дел Сергей Вячеславров, а вот, к сожалению, министра образования господина Ливанова не будет, придет его заместитель. Ну, не знаю, чем это связано, может, со вчерашними обысками в Министерстве образования и науки. Одним словом, будет правительственный час. У нас, естественно, много вопросов, потому что тема – это дети, дети-сироты в нашей стране. И, конечно, нас будет интересовать и статистика, сколько у нас детей, сколько у нас детских домов, сколько усыновленных, сколько усыновленных в России, сколько усыновленных за рубеж, как отслеживается судьба детей, которых усыновили и в России, и за рубежом, и многие-многие другие вопросы. Также я хотел бы обратить ваше внимание на несколько законопроектов, которые сегодня рассматривает Государственная Дума. Но, во-первых, очень хорошо, что, наконец-то, мы в первом чтении рассмотрим законопроект о некоммерческом найме жилья. Это очень важный законопроект. С авторами выступили представители всех четырех фракций, и суть его очень простая. Вы знаете, что сегодня у нас есть понятие социального найма, и есть у нас коммерческий найм. Но если есть люди, которые не подпадают под категорию, которая позволяет им у государства брать жилье по социальному найму, но у них нет денег для приобретения жилья или даже съема по коммерческому найму, наверное, правильно дать им такую возможность сдавать квартиру, не исходя из желания получить прибыль собственника квартиры, я надеюсь, что это будет прежде всего государство, а просто, чтобы люди могли решать свои жилищные условия. И в жилищный кодекс борется такое новое понятие, и появляется новая глава, которая так и называется, некоммерческий найм жилья. Ну и я повторю, сегодня в третьем чтении два законопроекта. Один из них касается нового порядка или возможного нового порядка избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Второй касается присоединения земель Московской области к Москве. По первому и по второму закону позиция нашей фракции отрицательна. Мы эти законы не поддерживаем. Спасибо.